Привет, мои дорогие друзья! Во-первых, это вроде как не связано с видео, но это очень важно. Меня спрашивают, стоит ли покидать Херсон. Стоит. Обязательно покидайте Херсон. В любом случае покидайте Херсон. Вывозите из Херсона своих родственников. Вывозите тех, кто наиболее не защищен. Детей не должно быть в Херсоне. Женщин беременных не должно быть в Херсоне. То, что там местные, назначенные российской властью, власти, призывают уезжать, это не понты. Должны выезжать все. И те, кто ждут ВСУ. И те, кто ВСУ совсем не ждут. Выезжайте, пожалуйста. Это не просто так просят. Выезжайте, пожалуйста. Кто не выйдет, ну, это не детская игра сказать, но сами-сами виноваты. На самом деле, покидайте Херсон. Очень сильно прошу. Теперь Купинску. Мы обязаны вернуться к теме с расправой в Купинске. Напомню, в двух словах. В телеграм-канале, где регулярно публикуются глумления над трупами российских солдат, отрезания чего-то и так далее. Я вообще не знаю, почему он функционирует до сих пор. Но никто не замечал, возможно. Этот телеграм-канал напрямую связан с нацкорпусом. Там было опубликовано видео расправы над мирными жителями, которых сбрасывали в яму. Это же видео запостил у себя некто Жорин. Жорин был примечателен исключительно тем, что у него прекрасный был карьерный рост. Из разносчика пиццы он превратился в руководителя штаба нацкорпуса. Сейчас я не знаю, какая у него должность, но он строит из себя военного. Короче, он опубликовал также это видео. После того, как это заметили, ну, в принципе, начали об этом говорить. Я все-таки смею надеяться, что благодаря мне это дошло до тех, кто должен был на это отреагировать. На это отреагировали. Кто мог на это отреагировать, скажите, кроме Российской Федерации? Никто. Почему я говорю, что это должна делать Российская Федерация? Смотрите, какая история. Для меня после вторжения 24 февраля нацисты в Украине никуда не делись. Однозначно. Люди, которые расправлялись с мирными жителями еще до войны на мирных улицах городов, для меня никуда не делись. В отличие от большинства моих коллег вчерашних. Или не коллег. Поэтому единственная сила, которая сейчас может это заметить и давить по этой теме, давить на международные правозащитные организации, это Российская Федерация. Другой нет. Киеву невыгодно это замечать. Киев не замечал, когда трупы убитых бросали просто практически рядом с зданием главка СБУ. Им это все равно. Они такого никогда в жизни не заметят. Что тогда произошло после того, как начал? Давление, да, Совет по правам человека при президенте Российской Федерации обратился тогда к международным организациям, к Верховному комиссару ООН по правам человека, в Совет Европы, в ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Европейский Совет Европарламент, в связи с появлением этого видео. На следующий день уже обоцмен Российской Федерации, Москалькова, попросил ООН провести расследование из-за видео с убитыми гражданскими в Купенске. Поняв, что сделали что-то не то, тот же самый Жорин начал вдруг рассказывать о том, что видео передали на самом деле вместе с телефоном, это видео было найдено якобы в телефоне российского солдата, его передали там в следственные органы какие-то, не уточнив, конечно же, в какие. После этого они запостили еще одно видео, которое навело на определенные размышления, видите, как по-клоунски выглядит наложенное в фотошопе, повязка на ноге, которая должна символизировать, что это российский солдат. Но то, как они идут, картинно идут, меня навело на мысли о фейке, о фейковости видео. Теперь смотрите, я еще раз повторяю, каков бы ни был результат, но этого результата надо добиться. Первое, если будет признано, что это убивали вот эти вот нацики, ну это ужасно, это громкое дело, это однозначно умножает на ноль все попытки обелить вот этих вот нациков. Если будет выяснено, что это фейк, моментально, конечно же, под такое же определение могут подойти и другие всевозможные вещи. Но после 11 числа я не слышу ничего, не происходит ничего. В украинской псевдопрессе появляются псевдорасследования о том, что вот смотрите, это на самом деле расправа россиян над мирными жителями. Там рассказывается, вот видите, там же вот повязка, упоминаюсь я, что я посмел об этом рассказывать на самом деле. Вот видите, там повязка красная на ноге. В свое время, когда она появилась, все ржали, говорили, что на это никто не поведется. Но это уже совсем какой-то бред. Вот обозреватель украинский объясняет, что это на самом деле красная повязка, она свидетельствует о том, что это российские солдаты. Разоблачили они там, к сожалению, достаточно верный бред, который понесли по наводке там отдельных блогеров, отдельные официальные лица о том, что есть якобы метаданы этого видео. Метаданы этого видео исчезают при переконвертации этого видео и при загрузке на телеграм. Я об этом говорил сразу же. Не говорите о метаданах, не говорите ни о чем, что можно опровергнуть. Говорите о том, что есть четко, стопроцентно, четко, стопроцентно вот эти вот тела. Одно из этих тел, ну все медики, с которыми приходилось общаться, утверждают, что это труп. Труп, реально труп, но не происходит ничего со стороны официальных властей Российской Федерации. Если отправлены такого рода запросы, на них должны быть получены ответы. И не надо говорить о том, что да, они не хотят, не отвечают. Нам отвечали. Я сейчас, если напишу, то мне ответят. Если напишу от партии, то ответят быстрее. Мы получали много раз ответы, и не просто отписки, а серьезные ответы из этих всех организаций. У меня их кипа. Здесь, ну в любом случае, ответы должны идти железобетонно. А если они не идут, есть офис омбудсмена, которые могут добиваться того, чтобы этот ответ был получен. Я лично уверен, что ответы получены. Но о них не заявляются. И тема опять сходит на нет. Смотрите, никакой телефон никуда, ни в какой следственный орган не передан. Если он передан в следственный орган, значит опять-таки официальные лица Российской Федерации должны начать давить на то, чтобы было проведено независимое международное расследование с этим вместе телефоном. Никакого телефона нет, конечно же. Потому что не было никакого российского солдата. Если был такой телефон, они бы все это показали. Ничего этого нет. А подделать это в телефоне они уже не могут. Таким образом надо продолжать давить. Надо не отдыхать сейчас на даче. Не кушать водку под хрустящий огурец или какой-то там малосольный гриб. Надо заниматься такого рода вещами. Надо доводить такого рода вещи до конца. Если нет никаких ответов от этих международных организаций, это тоже ответ. Это тоже надо выносить в публичную плоскость. Надо не мычать где-то там в ООН, а заявлять об этом. Что смотрите, вот такая-такая ситуация. Это была публичная казнь. Мы требуем впечатления, что никто не хочет работать. Мы отправили для отписки. Мы отправили вот туда-туда-туда. Это очень хорошо, что отправили. Какие ответы получены? Неполученные ответы. Говорите об этом. Ну невозможно вести себя настолько глупо, вяло и аморфно. Тогда, когда любой, любой ответ по этой ситуации будет ударом, однозначно ударом по неонации. Нельзя вести себя так. Я понимаю, что кто-то привык отпускать неонации, отпускать убийц, громко заявлять о том, что та-та-та, потом они отпускаются. Но здесь эту ситуацию можно довести до конца. Или опять придется поднимать всю общественность, для того, чтобы начали уже просто шатать и говорить, давайте, пожалуйста, доведите эту ситуацию до конца. Мы ждем хоть какого-то публичного объяснения, что происходит на уровне вот этих международных организаций. Как они отреагировали? Где их ответы? Если нет ответов, заявите об этом. Пока. Пока. Пока.